Свой традиционный уже шестой по счету прямой эфир Рашид Тимрезов начал с главного – текущей эпидситуации. По словам главы региона, она стабилизируется, постепенно снижается число госпитализированных, ковид-госпитали уходят в резерв. Сегодня в регионе осталось 5 госпиталей на 700 коек, при этом 30% коечного фонда в них свободно. При этом, как особо подчеркнул Рашид Тимрезов, главным и единственным оружием против коронавирусной инфекции остается вакцинация. В продолжении глава региона напомнил, что несмотря на все сложности и ограничения, республика динамично двигается вперед, делая акцент на реализации приоритетных нацпроектов и строительстве социально важных объектов. Этой теме был посвящен первый вопрос, вернее видео вопрос, присланный из станицы Преградной. Вопрос такой, газификация нашей станицы. Мы уже полтора года как по улицам у нас прокопали, вложили трубы, но не сдают наше ГРП. Большущая улица, Псекенская, Проточная, Горная, Петрушкола, весь этот участок не гасифицирован, ничего не это самое. И мы не знаем, дождемся мы его когда-нибудь. Я знаю эту ситуацию, особенно по Преградной. И вот там ГРП-4 у нас, по-моему, мы в следующем году пустим газ в дома всех жителей. Поэтому не переживайте, я сам этот вопрос проконтролирую и приеду, это все сам проверю. Вопросы, связанные со строительством или ремонтом объектов инфраструктуры, поднимались в ходе эфира чаще других. Например, жители аула Зиюка жаловались на некачественное водоснабжение. У нас целая программа и реализация вопросов по замене ветких сетей и вообще модернизации системы водоснабжения в республике. Мы очень активно в этом направлении работаем, не только по линии Минстроя Российской Федерации, но еще и по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Поэтому мы обязательно этим вопросом будем продолжать заниматься. Вопрос от жителя аула Сарытюз. Его волнует капремонт местной школы. По словам Рашида Тимрезова, объект уже включен в программу на 2022 год и все работы в школе успеют завершить к 1 сентября. Всего же в следующем году в республике будет настоящий бум ремонта учебных заведений. В планах отремонтировать сразу 23 школы. Я вообще считаю, что это для нас такое очень классное подспорье, потому что очень много школ у нас, которые 30-х, 40-х, 50-х годов постройки. Но вот это только следующий год. А так мы еще заявляемся и на 23-й, и на 24-й год. Поэтому это такая очень серьезная программа, наверное, впервые в истории современной России, когда такое внимание к капитальному ремонту наших образовательных учреждений. Сразу несколько вопросов касались обеспечения льготных категорий граждан жильем. Главе республики написал мужчина, имеющий право на квартиру как сирота, однако до сих пор ее не получивший. Рашид Тимрезов признал наличие этой проблемы всего же на очереди 626 человек. В этом году в республиканском бюджете на решение этой задачи выделено свыше 84 миллионов рублей. По сравнению с 2019 годом эта сумма увеличена в 3,5 раз. Тем не менее, работа в этом направлении не прекращается. Вопрос по приобретению, ну вообще дети-сироты и молодая семья у нас очень такой серьезный. И вот следующий год, я думаю, будет такой для республики очень показательный в плане увеличения, кратного увеличения финансирования на приобретение жилья. Из Красного Востока прислали вопрос о сложностях получения земли, полагающейся по закону многодетным семьям. Я обязательно переговорю с главой Малокарачаевского района, потому что я знаю его такую личную и ответственную позицию по всем этим вопросам. Тем более, он сам многодетный отец. Я думаю, что мы решение обязательно найдем, посмотрим. Либо в каждом населенном пункте реально тяжело в связи с географическим ландшафтом и так далее. Но я думаю, что в ближайшее время у меня информация будет и заявителя он лично пригласит, пообщается и вообще этой проблеме уделит пристальное внимание. Любители спорта интересовались, когда же официально будет открыт стадион «Нарт» и благоустроена дорога вокруг пруда. Недавно разговаривал с мэром города, с министерством строительства. Конечно, это популярное место, если говорить о дороге вокруг пруда «Зеленый остров». И очень много людей у нас активно занимаются физической культурой и спортом. Мы приняли решение о том, чтобы сделать дорогу, дорожку для ходьбы, в том числе и велосипедную дорожку, так, чтобы и освещение. А стадион «Нарт» на высокой степени готовности, из-за эпид-ситуации мы его пока не открываем и планируем его открыть в празднование столетия нашей республики. Об этом мы чуть позже поговорим. В сентябре 2022 года будет официальное открытие. У меня есть такие мысли с приглашением туда знаменитых спортсменов, команд. Ну, чтобы такой вот прям праздник при открытии получился. Вообще, как отметил глава республики, в следующем юбилейном для региона году Корчаево-Черкесию ждут колоссальные преобразования. В следующий год, это будет еще год, в год юбилея республики, ознаменован открытием многих социальных объектов, социально значимых объектов, культурных, спортивных, в том числе и касаемых в жилищно-коммунальном комплексе. В следующем году мы официально, торжественно откроем не только стадион, о котором я говорил сегодня, а и нашу соборную мечеть в городе Черкесске. Это вот будет все приурочено к столетию республики. Так что мероприятий очень много, планов много, задач очень много, но ни в коем случае это не снимается нас в соответственности решать те текущие вопросы, которые вот сегодня мы слышим интересуют жители нашей республики. Это наша прямая обязанность их решать. Я думаю, что совместными усилиями и при той поддержке, которую мы сегодня чувствуем со стороны нашего президента Владимира Владимировича Путина, который подписал указ о праздновании столетия республики, мы чувствуем всестороннюю поддержку, такую же поддержку мы чувствуем и со стороны правительства Российской Федерации, полномочного представителя. Все это нам помогает решать те насущные социальные проблемы, которые сегодня больше всего волнуют наших жителей. Всего за полтора часа Рашид Тимрезов ответил более чем на полста вопросов. Но и те обращения, которые не вошли в эфир, обязательно будут рассмотрены. И их исполнение Рашид Тимрезов будет держать под личным контролем. Эрнест Чуков, Архиз, 24.